Медициной интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Самые ценные подарки кладутся в конверт и выносятся из роддома. Безусловно, самым ценным для родителей является здоровье их малыша. Какие же проблемы могут ожидать новорожденного и родителей на первом году жизни? Именно об этом в нашей сегодняшней программе. Я рада представить гостей нашей сегодняшней программы. Это врач-педиатр, заведующий кафедрой педиатрии Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук, доцент Алла Ивановна Зарянкина. Здравствуйте. И психолог Гомельского областного клинического психиатрического диспансера Екатерина Александровна Рудницкая. Здравствуйте. И сегодня традиционно у нас в студии двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам помогать по мере приобретенных знаний в университете. Это Олеся и Юрий Копыловы. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ребята, давайте с вас и начнем. Сегодня не случайно в нашей студии психолог. Хотя, кажется, какие психологические проблемы могут сопровождать ребенка на первом году его жизни? Но, тем не менее, мой первый вопрос будет именно из этой области. Скажите, пожалуйста, какие возрастные кризисы человека до 16 лет и характеристики этих проблем именно на первом году жизни ребенка? Вы можете воспользоваться планшетами. Готовьте свой ответ. Есть у вас некоторое время. А мы пока продолжим нашу беседу. Екатерина Александровна, первый вопрос у меня будет к вам. Скажите, пожалуйста, вот такие проблемы, как послеродовое депрессивное состояние у женщины, это все-таки проблема медицинская или психологическая? Нужно ли с этим как-то разбираться или, в общем-то, это не проблема? Переродовая депрессия – это серьезное заболевание, которое относится к формам депрессивного расстройства и нуждается в психологической и психиатрической помощи. Если это заболевание не лечить, оно приводит к дальнейшим последствиям не только для мамы, но и для ребенка. Женщины боятся обращаться за помощью, они боятся показать, что они слабые, что они боятся говорить о том, что их беспокоит. И самая основная причина – они боятся критики со стороны психологов, что их будут критиковать за какие-то их поступки. Хотя кабинет психолога – это анонимная помощь, и критики там нет никакой. Ну и вот здесь надо, наверное, обозначиться. Обращение должно быть к психиатру или можно обратиться к психологу, и он сможет, в принципе, разобраться. Потому что психолог звучит более мягко, и, наверное, для женщины более предпочтительно к такому специалисту подойти с проблемами. Мы работаем совместно с психиатрами и с психотерапевтами, потому что после родовой депрессии в комплексе лечится медикаментозно и психологически. Ну, на какие симптомы, наверное, родственникам нужно было бы обращать внимание, если сама женщина считает, что она устала, что ее вот эти плохие настроения, это связано действительно с усталостью, что она не высыпает, или все-таки это уже симптомы серьезного заболевания? То есть рекомендация родственникам. На что нужно обращать внимание? Ну, у каждой женщины этот эпизод может проходить по-разному. Ну, если женщина испытывает, потеряла интерес к жизни, и у нее не хочет проводить время с ребенком, и иногда даже бывают такие ситуации, когда они ненавидят своих малышей, то это уже сигнал о том, чтобы сказать о своей проблеме родственникам и мужу, и уже следует тогда обращаться за помощью к специалистам. Ну, а как все-таки ребенок страдает, когда мама находится в таком угнетенном, депрессивном послеродовом состоянии? Что с ним происходит? Женщина не может в полной мере формировать привязанность к своему малышу, и это влияет на его развитие в дальнейшем, как психологическое, так и физиологическое. В будущем, в более взрослом возрасте, они плохо справляются с агрессией, и у них вероятен риск к различным видам зависимости. Мне кажется, что у наших ребят было достаточно времени для того, чтобы подготовить ответ на мой первый вопрос. Я напомню вам, прошу вас назвать возрастные кризисы человека до 16 лет и особенности этой проблемы именно на первом году жизни ребенка. Кто начнет ответ? Ну, начну я. Да, Юрий, пожалуйста. Кризис всегда сопутствует восхождению ребенка на новую ступень развития, и именно поэтому кризисными у ребенка считаются первый год жизни, три года семь и переходный, который длится с 12 по 14 лет. Связано это с тем, что ребенок уже начинает ходить прямо. Он открывает для себя новый мир, видит все вновь для него, кажется, и он также уже может скандалить по любому поводу, проявлять свои эмоции, выражая их тех, что отказывается надевать новую одежду, проявлять свои гастрономические предпочтения. Пожалуйста, Олеся. Следующий возрастной кризис наступает примерно в три года. В этот момент у ребенка происходит становление своего собственного достоинства. Он хочет продемонстрировать свое «я». Поэтому на данном этапе своей жизни ребенок может перестать слушаться родителей, делать все наоборот. Поэтому родителям нужно тоже предоставлять выбор своему ребенку, чтобы он сам выбирал, что он хочет одеть, что он хочет съесть. И нужно в этот период быть особо терпеливыми. Следующий возрастной кризис наступает примерно в 6-7 лет, когда дети становятся учениками. На них обрушивается огромное количество информации, у них меняется распорядок дня, и из-за этого у них возникает очень сильная эмоциональная и физическая усталость. Все это ведет к срывам, которые проявляются раздражительностью, плаксивостью. Чтобы этого избежать, родителям нужно сделать четкий режим дня, в котором будет отведено место для полноценного отдыха. Родителям следует помнить, что интеллектуальная нагрузка не должна превышать физическую. И следующий кризис наступает в возрасте примерно 11-13 лет. Это подростковый кризис, который является наиболее тяжелым как для родителей, так и для самих детей. Потому что из-за очень сильного физического развития эмоциональная сфера не успевает так быстро развиваться. Поэтому подростки не умеют контролировать свои эмоции, они становятся агрессивными, тоже отстаивают свое собственное мнение. Я такое чувствую, что у вас опыт уже достаточно большой. Хотя сегодняшним нашим обязательным условием была семейная пара без опыта воспитания детей. Ребята, мой второй вопрос будет из раздела «Практики». Я предлагаю вам сейчас показать нам, как правильно делать гимнастику новорожденному ребенку. Ну и второй вопрос. Расскажите о правилах купания новорожденного ребенка. Для многих родителей такой первый страх, как это сделать, пока у вас будет время немножечко об этом подумать. А мы продолжим нашу дальнейшую беседу. Алла Ивановна, следующий вопрос мне хотелось бы вам задать. Мама и новорожденный ребенок – это как один организм по режиму сна, питания, прогулок и так далее. Особенно это касается для женщин, которые кормят грудью. И вот тут, начиная с питания, правил питания. Сейчас очень много мнения. Кормление по требованию, кормление не по требованию. Но более, наверное, важный вопрос – это то, каким молоком женщина кормит. И это будет зависеть от того, как сама она правильно питается. Не секрет о том, что увеличивается число женщин, например, вегетарианок. И в этом случае вопрос стоит о том, что кроха недостаточно растет, молоко недостаточно жирное, плохо набирает вес и так далее. Но насколько это действительно так? Беременная женщина и женщина, которая кормит ребенка грудью, она не больная женщина. И поэтому вопрос диеты, строгой диеты, он вообще как таковой не стоит. Мы говорим только, чтобы женщина, которая кормит ребенка грудью, кушала максимально натуральные продукты. Вот если в целом представить, то, наверное, самый наглядный пример – это питание людей, которые живут в глубинке. Почему? Потому что у них есть свое хозяйство, где выращенные продукты, и нету этих соблазнов, которые мы с вами имеем в виде супермаркетов. Почему? Потому что многие родители считают, что кушать какие-то деликатесы каждый день беременной женщине и кормящей маме просто необходимо, потому что имеет, так скажем, достаток, потому что это важно. А на самом деле это плохо. Не нужно есть икру ложками каждый день и беременной женщине, и кормящей маме. Не нужно есть копчености и так далее. То есть натуральные продукты – это то питание, которое очень важно для того, чтобы вырабатывалось хорошее, качественное молоко. Другой вопрос, что вначале, когда ребенок родился, не нужно, чтобы был большой ассортимент продуктов для того, чтобы организм адаптировался к энтеральному питанию, организм ребенка. И, соответственно, если все неплохо, нету вздутия живота, нет каких-то проблем со стулом, тогда женщина расширяет свой рацион питания. Если возникает какая-то реакция на теленный пищевой продукт, она, соответственно, должна коррегировать свой рацион питания. До настоящего времени существует и бытует мнение, что женщина, беременная и кормящая, должна кушать очень много молока и молочных продуктов. Об этом говорят старшие поколения, которые придерживались этих принципов и правил. Мы говорим, что этого делать не стоит. Почему? Потому что злоупотребление молочными продуктами, оно может привести к сенсибилизации внутриутробно плода. И когда ребенок родился и получает белок молока, то это может вызывать аллергические проявления в виде топического дерматита. Поэтому любит мама молоко, никаких проблем, пускай она кушает молочную кашу, либо, например, молочный суп, либо выпивая стакан молока. Но чтобы это не было, литр молока обязательно, 200 грамм творога обязательно, еще пару пачек йогурта тоже обязательно. Это делать не нужно. Еще обратить внимание на блигатные аллергены, то есть те пищевые продукты, которые у многих людей вызывают аллергические реакции. Это цитрусовые, это мед, это малина, клубника, ну, в какой-то степени шоколад. Поэтому мама может кушать эти продукты, но в ограниченных количествах, да, не злоупотребляя пищевыми продуктами. Говоря о вегетарианстве, если мама не кушает мясо, но кушает другие пищевые продукты животного происхождения, это рыба, яйца, творог, то каких-то проблем быть не должно. И нужно просто пересмотреть свой режимный момент в отношении частоты кормления, наличия количества молока, потому что это не является поводом, чтобы ребенок не набирал массу тела. Алла Ивановна, но все-таки вегетарианство – это одна часть, когда человек отказывается от мясных, молочных продуктов, там яиц. Но есть же веганская диета, когда полностью от продуктов отказывается животного происхождения. Вот такая диета, насколько она нехороша для новорожденного? Наверное, неправильно сказать диета. Почему? Потому что это образ жизни. Это психологическая установка, это человек сам выбрал, сам решил. И это не то, что рассчитано для чего-то, это его желание. И, соответственно, когда он не связан с беременностью, родами, то у него происходит перестройка обмена веществ, у него не нужны те ферменты, которые переваривают животные белки, у него совершенно меняется обмен веществ в организме. И, соответственно, организм берет белки из растительных продуктов. Когда человек не нагружен какими-то дополнительными факторами, то он может удовлетворять себя и свой организм в потребности белка. Но когда женщина беременеет, когда у нее начинается лактация, то есть она вырабатывает молоко для кормления ребенка, соответственно, потребность в белке возрастает на некоторый порядок, количество раз. И, соответственно, только растительная диета, как правило, недостаточно. Почему? Потому что есть у нас незаменимые аминокислоты. То есть те кислоты, которые не могут вырабатываться в организме, и они поступают только с продуктами питания. И если мама кушает только растительные продукты, то, как правило, у нее все равно идет недостаточное поступление незаменимых аминокислот. А если у нас нет аминокислоты хотя бы одной, то, соответственно, нарушается весь синтез белка. И чаще всего такая проблема бывает с метионином. И если его нет, а его мало, действительно мало в продуктах растительного происхождения, то, соответственно, нарушается выработка белков, недостаточное поступление белка в организм ребенка. А белки – это наша жизнь. Без белка жить человек не может, потому что это ткани наши, это наши органы, это все наши гормоны, ферменты, это вся наша иммунная система антитела. И, соответственно, возникают проблемы. Ребенок выходит на гипотрофию вполне. Причем не обязательно, чтобы, например, за счет дефицита массы тела. У ребенка недостаточно мышечной массы, недостаточно нормального функционирования внутренних органов. У них мышечная гипотония, оттуда задержка в психомоторном развитии. И одно цепляет другое. Слабая иммунная система повышает частоту инфекционных заболеваний. Поэтому, конечно, очень важно подготовить такую женщину. Мы говорим о том, что нельзя ломать ее стереотип во время беременности. Нельзя ломать, конечно, во время кормления грудью. Это нужно начинать намного раньше, нежели уже наступили эти процессы. Почему? Потому что это совершенно перестройка организма. Это ломка. Это равносильно, как женщины или девушки, которые страдают анорексией, когда они сами сознательно переходят на другой рацион питания. Поэтому при желании беременеть необходимо, чтобы семья помогла такому человеку и литературой, и беседами, и специалистами, для того, чтобы женщина до беременности все-таки расширила свой рацион питания, употребляя белковые продукты животного происхождения. Алла Ивановна, ну мы вот немножко коснулись иммунной системы. Все-таки иммунная система действительно новорожденного ребенка, ребенка первого года жизни, должна быть достаточно сильной, чтобы справиться с той опасностью, с теми бактериями, вирусами, которые окружают этого ребенка. Как родители могут помочь укрепить иммунную систему, усилить ее, тем самым устоять против вредоносных вирусов и бактерий? Я считаю, что на первом году жизни всю ответственность за здоровье ребенка именно в отношении вирусов, бактерий, лежит на семье. Именно они отвечают, если они родили здорового, хорошего ребенка. Самое главное, еще мы с вами начали, это грудное вскармливание. И это закон жизни, закон природы, это не только питательные вещества, это антитела, это защитные факторы. Оптимальный вариант, чтобы ребенок первые полгода получал грудное молоко в 100% практически случаев. Затем идет расширение рациона питания, когда водятся прикормы. Здесь с потребностью организма. По данным Всемирной организации здравоохранения, до двух лет женщина может кормить грудью. Это вполне нормально, объяснимо. Но мы понимаем, в втором году жизни это может быть одно прикладывание груди, два прикладывания груди. В данной ситуации здесь уже не стоит речь питания, сколько стоит речь удовлетворения пищевого рефлекса и сосательного рефлекса. А также близости. Почему? Потому что, когда мама прикладывает ребенка к груди, то это тепло, это вкусно, это бьется сердце. Это вот те приятные ощущения, которые ребенок испытывал еще с самого начала. Второй момент, который очень важный, я считаю и думаю, что не только я, на первом году жизни семья, в которой есть маленький ребенок, не должна быть открытой. Это закрытый коллектив. Не нужно ходить в гости, не нужно приглашать в гости, не нужно посещать какие-то массовые мероприятия. То есть чем больше мы ограничиваем контакты, тем здоровее ребенок. Почему? Потому что встречи с людьми, они чреватые. Люди могут быть здоровы внешне, но носителями тех или иных вирусовых бактерий. Соответственно, для нас с вами вроде бы ничего, а для беззащитного маленького ребенка это может принести серьезный урон и вред в виде развития любого самого разнообразного заболевания. Следующий момент – это закаливание. Это важно, и вы не зря задали нашим студентам задание, чтобы они показали в отношении гимнастики, в отношении водных процедур, воздушных ванн. То есть все эти мероприятия очень важны, и важно, чтобы семья жила этим. То есть не только детям рекомендовали, заставляли, физкультура, зарядка наша обычная, и все процедуры – это важно для того, чтобы человек был и рос здоровым. При этом мы понимаем, что закаливание – это такой процесс, для одних это нырнуть в прорубь, правильно, начиная с периода практически новорожденности, а для других это, может быть, одеть всего лишь однослойную одежду, вместо двух кофточек одеть одну кофточку. Это вполне нормально. Поэтому в зависимости от того, как семья готова к этому, то никаких проблем нет, но это важно для того, чтобы ребенок закаливался. И еще один момент – это специфическая профилактика, это вакцинация. Это закон жизни, и очень важно, чтобы каждая мама и каждый папа, то есть родители, понимали важность специфической профилактики для того, чтобы создать ту эпидемиологическую прослойку и не допустить вспышки заболеваний. Мы побороли много инфекций, для того, чтобы дети были здоровы, они должны быть привиты. Календарь прививок у нас разработан, медицина, то есть над этим работает. Алла Ивановна, ну еще, наверное, очень важный такой вопрос – это режим. Режим питания, режим сна ребенка, режим прогулок. Как сейчас современная медицина смотрит на кормление по требованию, или это все-таки кормление по часам, ну и, соответственно, время сна и время прогулок. Мы говорим с вами про здоровых детей. Да, естественно. И вообще свободное вскармливание – это замечательно, но оно должно быть разумным. К сожалению, наши мамы далеко не всегда понимают, что такое свободное вскармливание. И говоря с нанотологами, с врачами, которые выхаживают недоношенных детей, очень часто слышишь мнение, что женщины после родов, они не очень хорошо слышат. Они не очень хорошо понимают, о чем идет речь. Поэтому важно женщине объяснить и рассказать, ну я имею в виду с гормональным фоном, объяснить и рассказать, что такое свободное вскармливание. Для наглядного примера я приведу, ну, следующий случай. Например, мама с ребенком проснулись, мамы достаточно молока, у нее много в груди молока, она приложила ребенка к груди, он активно сосал и глотал, и это продолжалось 15-20 минут в зависимости от возраста, может быть и меньше, и уснул. Правильно, а мама переложила его в кроватку, и, соответственно, если ребенок проснулся через час, полтора часа, он не голодный. И кормить его не надо, и прикладывать к груди его не надо, его нужно распеленать, посмотреть, да, может быть, он мокрый, поэтому ему дискомфортно, может, у него взлосый животик, поэтому дискомфортно, и он продолжает спать дальше. А если, например, ситуация совершенно другая, он кричит без памяти, да, и мама прикладывает к груди, чтобы успокоить его, но он сделал пять сосательных, глотательных движений и уснул, то, соответственно, если он проснется через час или полтора, и он плачет, он голодный, и его нужно приложить к груди. Соответственно, женщина, каждая, должна понимать, насколько он хорошо покушал, и если он хорошо покушал, то раньше, чем через два часа, два с половиной часа, прикладывать к груди его не надо. Почему? Потому что вся жизнь ребенка на первом году жизни – это условные рефлексы. И это все закрепляется, и он будет у вас, можно я скажу по-простому, висеть на груди целые сутки, и ни о каком режимных моментах быть не может. Мы еще не знаем детей, которые бы отказались от груди, потому что это действительно здорово. Или на только те, которые попробовали бутылочку, да? Согласна. Приложить тогда к груди сложно, потому что это труд. Да, сосание груди – это большой труд. Поэтому мама должна понимать и относиться к этому совершенно адекватно. Не нужно без ума любить детей. Почему? Потому что если она 9 месяцев ждала, а потом говорит, я сделаю все, и, соответственно, она будет кормить его, не успев он, в общем-то, даже пикнуть, то о режимных моментах речи быть не может. Поэтому все должно быть разумно, рационально, да, использовать для дела. У наших ребят было достаточно времени, чтобы они попробовали, потренировались с нашим малышом. И давайте посмотрим о том, как практические навыки купания и гимнастики, в общем-то, должны проводиться. Кто первый начнет? Купание я начну. Да, Лиз, пожалуйста. Необходимо купать ребенка обязательно до кормления. В комнате должно быть тепло, и ни в коем случае нельзя допускать сквозняков. Как это до кормления? Это про что вы говорите? Про купание. Хорошо, тогда за сколько до кормления? За полчаса примерно. Наверное, в середине между кормлениями, да, чтобы он не был голоден, и в то же время, чтобы это не было сразу после кормления. Бывают такие ситуации, когда ребенка купают, а он хочет кушать. Ему уже не до купания, а он кричит, и вы считаете, что он кричит потому, что ему не нравится, а на самом деле он просто голодный. Необходимо взять ребенка левой рукой, держать его шейку и спинку, а правой рукой под попу. Потом нужно его погрузить в воду и придерживать. Вода должна быть желательно 36-37 градусов, но не выше 38. А как проверить, что она такая? Нужно специальным термометром или можно локтем. Наиболее чувствительная кожа. Кладем ребенка в воду, опускаем. Примерно вода должна быть до уровня сосков у ребенка. И начинаем поливать сверху на головку. Мы моем вначале головку, потом ручки, животик, потом его половые органы, потом переворачиваем, моем спинку и ножки. И смываем. Также нужно проследить, пока пуповина не заросла, чтобы вода обязательно была кипяченая. После того, как мы его помыли и достали, его сразу необходимо завернуть в полотенце и пропитать всю воду. И пока не обсохли волосы, нужно надеть чепчик на ребенка. Потом необходимо обработать все складочки, либо присыпка, либо вазелиновым маслом. И обработать пуповину. Перекись водорода обрабатываем, а потом зеленкой. Пупочную ранку. Да, пупочную ранку. Для младенцев, новорожденных детей температура должна быть 37 все-таки. Да, а не 36, там 38. Оптимальный вариант 37. А уже в дальнейшем, по мере роста ребенка, она может быть несколько ниже. И с тем же целью закаливания мы можем просто обливать ребенка после купания температурой воды на 1 градус ниже, нежели температура ванны. Юра, мы предлагаем вам сейчас продемонстрировать гимнастику для новорожденного. Мэлла Ивановна, прокомментируем потом. Ну, можно сказать сначала с рекомендацией, когда же нужно родителям начинать гимнастические упражнения со своим ребенком. Начинать лучше всего с месяца, полутора месяцев. Так как до этого времени ребенок пускай кушает, спит, набирается сил. Об условиях, которые нужно соблюдать при выполнении гимнастики, можно сказать то, что температура должна быть в помещении не ниже 22-23 градусов, так как ребенок чаще всего, лучше всего, чтобы был голым при выполнении гимнастических упражнений. После кормления выполняется гимнастика спустя полчаса, час. Ну, вообще, в зависимости от сложности упражнения, они ранжируются от месяца до трех месяцев, от трех до шести, от шести до девяти, ну и так далее. В зависимости от развитости костно-мышечного аппарата у детей. Начинать массаж необходимо с поглаживания ребенка по коже. Можно делать поглаживание по животу, по часовой стрелке. Можно погладить ручки от периферии к центру. Первое упражнение – это щекотание стоп. Выполняющий массаж родитель берет за голень ребенка и подушечками своих пальцев гладит по стопам ребенка. При этом он рефлекторно сжимает и разжимает свои пальчики. Следующее упражнение выполняется лежа на животе. Когда мы кладем ребенка на живот, он поворачивает головку в сторону и кладет ее так же. При этом тренируются мышцы шеи и спины. Следующее упражнение – это ползание. Так как в этом возрасте сам он четко ползать не может еще, мы придерживаем его под грудь одной рукой. Ноги у ребенка сгибаются в коленных и тазобедренных суставах, разведя их в стороны. И по щекотывая по стопам, он выпрямляет ножки и как бы ползет вперед. У меня еще остался вопрос к Екатерине Александровне. Екатерина Александровна, скажите, пожалуйста, Ну вот это вот общение между ребенком первого года и его родителями. Многие считают, что он еще маленький, не о чем с ним говорить. Больше сюсюкают, чем говорят с ним уже как со взрослым. Ждут, пока он подрастет, чтобы поговорить на какие-то серьезные темы, провести какие-то воспитательные моменты. Скажите, пожалуйста, а как все-таки вот из вашего опыта, когда нужно с ребенком разговаривать на равных? На равных надо начинать разговаривать с первого дня. Я повторюсь опять же, что они очень хорошо улавливают интонацию голоса и впитывают как в губку. Если с ним сюсюкаться, то это тоже может повлиять на его развитие речи. То есть если родители начинают коверкать слова, то ребенок слышит это и произносит их тоже неправильно. Ему так проще. Поэтому как бы моя рекомендация, что надо разговаривать с правильной речью из первых дней. Я благодарю всех наших участников за сегодняшнюю программу. Я думаю, что мы очень много полезного и интересного рассказали будущим родителям и настоящим родителям. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях были врач-педиатр, заведующий кафедрой педиатрии Гомельского медицинского университета Алла Ивановна Зарянкина. Психолог Гомельского областного клинического психиатрического диспансера Екатерина Александровна Рудницкая. И семейная пара студенты Гомельского государственного медицинского университета Олеся и Юрия Копыловы. Спасибо большое за участие. Счастливые дети вырастают только в счастливых семьях. А счастье семьи немыслимо без здоровья близких. Поэтому будьте здоровы и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова